Открытый телеканал представляет Хочу затронуться на такую интересную тему, которая очень популярна, особенно в мире бизнеса, в мире эффективности, лидерства. Все, кто говорит об этом, часто используют этот термин – проактивность. Проактивность. Особенную популярность ему придал Стивен Кови, конечно же. Проактивность – это когда я выбираю реакцию на какие-то раздражители, которые идут у меня извне или изнутри. Например, я хочу есть. Я не побежал тут же, как животное, и схватил кусок мяса, который лежит передо мной. Да, я выбрал реакцию. Пойду-ка возьму, например, может быть, это, или может быть, это, пойду в это кино, или в это кафе, или как повести себя. То есть я выбираю реакцию. Это как бы отличительная черта нас от животных. Животное реактивно, оно действует рефлекторно по своей программе, не выбирает реакцию. А теперь давайте подумаем, а что заставляет нас быть проактивным? И проактивность ли это вообще? И тут мы приходим к выводу, что нас заставляет быть проактивным, по большому счету, страдание. Ничто иное. Посмотрите на человека. Двухметровая обезьяна. По меркам саванны она выжить не может. Если мы спросим, кто первый на вымирание, конечно же, первобытный человек, первый на вымирание. Потому что нету ни быстрых ног, ни больших когтей, ни острых зубов, ничего нет. То есть ему гораздо сложнее добыть пищу, ему гораздо сложнее защищаться. То есть страдания, которые он испытывает, заставляют его выбрать реакцию на вот эти вот раздражители. Сделать каменный топор. Потом каменный шкребот. Потом придумать огонь. И все время страдания. И все время страдания. Мы защищаемся. То есть мы бежим от страданий. За наслаждениями. И в этом деле в своем бегстве мы пытаемся как-то выбирать реакцию. А проактивно ли это вообще? Если я выбираю реакцию только под воздействием какого-то давления, каких-то страданий. Например, есть какой-то враг у нас, и мы вдруг решили быть более проактивными. То есть мы решили как-то выбрать реакцию, как нам его обмануть, как нам его победить, как среагировать, чтобы он не смог нас просчитать. Да, это очень серьезный такой подход. Это большой уровень проактивности. Известно, что люди какие-то полководцы. Это очень большой уровень проактивности. Но проактивность это. Почему мы не можем быть проактивными не против страданий, а за наслаждение, за счастье? Почему? А все потому, что, опять же, это нам неестественно. Это очень тяжело. И как решить эту проблему в итоге? Что мы, получается, мы в замкнутом ключе, мы так и будем воевать друг с другом всю жизнь? Всегда бороться? В своих семьях, между государствами, друг с другом, всегда? Это не признак проактивности. Это признак просто ухищренной, какой-то извращенной реактивности. Если спросить у людей на всей планете, хотите ли вы жить в мире, где нет войн, где нет убийств, насилия и так далее, где один не пытается подавлять другого, использовать другого ради себя, я думаю, мало какой человек, если у него хоть есть хоть доля разума, скажет, что нет. Конечно, большинство, или, может быть, если не все, скажут, конечно, хочу. То есть, мы этого хотим, мы проактивные, разумные, вроде как не животные, способные выбирать реакцию, но мы это не выбираем, потому что любой тебе скажет, что это утопия. И как быть? А как все-таки суметь выбирать проактивность за счастье, а не против страданий? И тут к нам на помощь, как ни странно, приходит наша же реактивность. Мы можем использовать свою же реактивность для того, чтобы достигнуть вот этого высочайшего уровня проактивности, то есть проактивность за счастье. Каким образом? Был такой известный естествоиспытатель, не помню сейчас, какая у него фамилия, его вызвали на дуэль. Он написал эссе, где подробно он описал, почему не стоит ходить на дуэль. С разных точек зрения, моральной, нравственной, политической. То есть объясняет то, что это невыгодно со всех сторон, буквально. То есть этот человек, нельзя сказать, что он реактивен. Он прекрасно понимал ситуацию и имел возможность выбирать. Нельзя сказать, что он поддается влиянию толпы, массы и так далее, потому что он ее видит, видит эту массу, видит эту толпу. Он понимает, что она заблуждается. Тем самым он поставил точку, пошел на дуэль и был убит. Единственное, что сильнее нашей природы, наших расчетов, наших желаний, нашей реактивности, это неформальные институты, неформальные правила поведения. Мы можем создать такое поле правил, систем коммуникации, основанных на таких правилах, которые буквально возведут вот эту вот проактивность за счастье в нас, возведут в инстинкт. Мы должны это сделать буквально инстинктом, мы должны это сделать буквально таким законом между собой, который мы просто не в состоянии нарушить. нарушить его, это значит просто посадить себя в одиночную камеру. С тобой никто не будет общаться. Как в случае с дуэлью, что если я не пойду на дуэль, все, мне руки никто не подаст. То есть я не смогу получать наслаждение, потому что самое большое наслаждение мы испытываем от коммуникации с другими людьми. Все рождается на связи между нами, это известно. нету ничего сильнее, чем санкции неформальных институтов и традиций и примеров этому массу. если мы хотим быть важными, мы хотим быть в обществе более уважаемыми, и если мы возведем в традицию проактивность за счастье, уважением будет критерий твоей успешности в этом, то мы сможем победить животное в себе навсегда. Начинайте делать это прямо сейчас, прямо завтра. Не нужно ждать, пока это сделает кто-то. Спасибо.